Здравствуйте друзья, коротенький вопрос. Женщина говорит, что вот у меня муж американец, она живет в США с мужем американцем. Мужу американцу 56 лет и они собираются переехать в Орегон из штата Охайо. И вот, значит, говорит она, муж собирается искать работу через хедкантеров. И мы сейчас не лезем в разницу между рекрутерами, хедкантерами, или там еще пара слов есть на эту тему, ну вот, пусть будет хедкантер. Значит, имеет ли это смысл, говорит она, и что я думаю по этому поводу, и что у него опыт работы 35 лет в разных компаниях на различных должностях. Сейчас вот он в Охайо, он манифакчеринг менеджер. Вот спрашивается, считаю ли я разумным искать работу через хедкантер. Значит, давайте вот все начнем. Значит, мужик взрослый, так, 56 лет это вполне разумный взрослый человек. Он 35 лет работает, то есть, он знает, что делает. Он менеджер, то есть, это не человек, который передвигают как там пешечку на доске на шахматной, а все-таки это человек, который решение принимает осознанно и так далее. То есть, нет абсолютно никаких оснований сомневаться в его компетенции. И если он думает искать работу в Орегоне через хедкантеров, это говорит только о том, что у него есть некоторый жизненный опыт, который говорит, подсказывает ему, что это правильное решение. Поэтому, так я бы так, я бы на месте вот жены, которая приехала из другой страны и смотрит на мужа, как он там собирается. Я понимаю, что она волнуется, потому что ей хочется, чтобы он работал. Все это, понятно. Но я бы ему доверился. Дело еще в том, что в зависимости от должности, на которую ты претендуешь, и от области предметной, в которой ты ищешь работу, от этого очень много зависит в том, как ты ищешь работу. Знаете, если, допустим, он был бы программистом, он бы просто пошел, повесил свое резюме, там, на DICE, MONSTER, KR Builder, там, Indeed и так далее. И у него, там, может, через две недели уже было бы, там, 3-4 оффера. Но менеджеру так уже намного сложнее. А есть такие области, где абсолютно все идет, там, в основном через хедкантеров. Потому что найти человека на MONSTER, DICE, там, и так далее, не представляется возможным. И все, что есть, это услуги вот этих хедкантеров, которые по каким-то своим каналам, уж как они это делают, это их дело, у них есть какие-то, вот, возможности найти людей. Вот и все. Поэтому, наверное, вот, если он хочет быть MONSTERING менеджером, наверное, есть люди, которые специализируются. Больше того, это может быть MONSTERING какой-нибудь, там, химических удобрений, это одно. Если они, там, электронику делают, это другое. Если они, там, делают детские игрушки, там, это третье. И в каждой из этих областей есть свои способы наработанные, значит, как найти менеджера. Вот, поэтому я, как бы, рад за женщину, что у нее такой, в общем, правильный мужик. Попался американец, который знает, чего хочет, знает, как он это будет делать. Я бы просто на ее месте, вот, дал бы ему это все сделать и не переживал. Самое главное, не переживать лишнего. Потому что есть люди, которые всегда найдут способ, там, поволноваться. Мы такие, мы рождаем с такими, знаете, одни, у них уровень тревожности повыше, у других пониже. Не волнуйтесь, все путем. Все абсолютно путем. Так что, во всяком случае, я не вижу повода для переживаний. И вот на этом, думаю, что мы можем расстаться сегодня. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова